Мировой инструмент Здравствуйте! Вы смотрите «Открытый диалог» в студии Марат Борисов. На последнем заседании Кунгурской городской думы были подведены итоги работы управляющей компании за 2012 год. О проблемных моментах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о их решении мы сегодня разговариваем с главой города Кунгура Романом Кашором. Здравствуйте, Роман Александрович! Добрый вечер! Роман Александрович, перед тем, как начать нашу беседу, давайте, чтобы мы с вами увидели и наши телезрители, то есть о чем говорилось на последнем заседании городской думы. С докладом о работе управляющих компаний за 2012 год перед депутатами выступил Василий Толстой. Его оценка удовлетворительна, и это никого не удивило. Деятельность некоторых управдомов в прошлом году показала, недобросовестные компании попросту занимались собирательством денег, а не решением коммунальных проблем. Я уже, наверное, говорил, на самом деле год у нас был очень тяжелый, потому что, по-другому не скажу, воевали мы с монстрами, которые создали бы то, как. То есть не мы, а другие создали. Это Кунгур-центр, Кунгур-центр инженеринга. Слава Богу, все-таки мы это все смогли и хватило сил, провели собрание, и этих двух фирм в одном лице нет. Надеюсь, что в ближайшее время в городе Кунгуре не появится ни под таким солнцем. Поэтому в ближайшее время гаранта форта не будет. Надеюсь на нашу уважаемую прокуратуру, что они также проведут до конца проверку по гаранту форта, и это уже должно появиться уголовное дело. По регламенту доклад об итогах работы у правдомов за прошлый год должен был длиться не более 20 минут. Но затронутые темы потребовали времени в три раза больше положенного. Как отметили некоторые депутаты, в первую очередь это говорит о том, что тема ЖКХ для нас, к сожалению, вечная. Роман Александрович, вы как власть исполнительная тогда сказали, что гаранта комфорта в городе больше не будет. Да, на сегодняшний день, почему я так озвучил, потому что это одна из управляющих компаний, где всех больше нареканий, обращения жителей и так далее. Поэтому было принято решение, и на сегодняшний день идут активно собрания по тем домам, которые обслуживала гарант комфорт, и выбирают дома другие управляющие компании. В связи с этим, вот я сегодня уже подвел непрерывный итог, всего у них было 370 домов, на сегодняшний день неопределившихся, ну по разным причинам, где-то 150 домов. На всех домах было приведено собрание. В связи с этим возникает очень много вопросов у жителей. Ну, некоторые говорят, что мы никого не хотим выбирать, там не делали, тут ничего делать не будут и так далее. Другие говорят, нас вообще все устраивает и так далее. То есть вот эта пассивная позиция, она очень настораживает. Потому что все равно любой многоквартирный дом, это имеется в виду больше двух квартир, должны иметь способ управления. Он может быть или ТСЖ, или непосредственное управление, или управляющей компанией. Так как мы провели инициативу власть, и сейчас управляющая компания потенциально приходит к людям и проводит собрания, но при всем при этом у людей возникают, ну, по-моему, такие мысли, да, что все само собой произойдет. Оно не произойдет, поэтому я очень прошу жителей к этому серьезно отнестись, потому что хочу напомнить, как появился у нас Гарант Комфорт, Пенская компания, когда люди заняли такую же позицию, не определились в способе управления, и на конкурсной основе мы эти дома разыграли, и вот получилось то, что получилось. То есть пришла, ну, не совсем порядочная компания, которая выиграла на конкурсной основе, там дала самые маленькие тарифы, там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому еще раз призываю жителей все-таки активно принять позицию. Вторая, очень интересная, вчера такой выяснился факт, у нас была фирма такая, Пегас, ну, такая символическая, и все равно люди, видимо, как-то извне там ходят, голосуют, да, то есть снова выбирают компанию Пегас. Еще раз говорю прямым текстом, название фирмы есть, фирмы нет, директора нет. Вчера даже выяснилась такая ситуация, что вместо сестра одного лечебного учреждения, ее приняли диспетчером, этой управляющей компанией Пегас. Она купила за свой счет телефон сотовый, симку, и она выполняла функции диспетчера, медсестра, у которой двое детей. Я понимаю, что это дополнительный заработок, но управлять-то неким, то есть нет ни слисарей, ни монтеров, ни аварийной ситуации и так далее. Поэтому, уважаемые кунгурики, вы не покупайтесь на это, потому что, еще раз говорю, Пегаса в городе Кунгуре не будет, потому что там только идет одно название, все остальное, что должно быть, база, персонал, отношения к людям, этого нет. Уже есть такое намерение Гарант Комфорта, они в одностороннем порядке, понятно, что они за свой бизнес попытались бороться, и в ближайшее время будут приняты решения, мы уже знаем, что Гарант Комфорт такое решение должен принять, они в одностороннем порядке, расторгнут все договора, и больше домами в городе Кунгуре управлять не будут. Дома должны быть под управлением тех компаний, которые, ну, себя, будем говорить, которые состоялись в городе Кунгуре. Я уже эти компании называл, могу еще раз называть, это ДУ-6, ДУ-6+, это компания УК Дом, это компания УК Наш Дом и компания Наш Дом. Поэтому это вот те управляющие компании, с которыми действительно решили работать с властью, которые готовы быть подконтрольны власти, ну, что очень много говорит о контроле, да, и это те компании, которые прозрачные, и с которыми можно решать те или иные вопросы и задачи по управлению домами. Те дома Кунгуряков, которые не определятся, не определятся по разным причинам, мы их снова выставим на конкурсную основу. И может зайти еще раз непонятная фирма, которая ничего делать не будет, и так далее. Я не хочу, я хочу, чтобы все-таки жители сами определили объективно способ управления и управляющая компания. Роман Александрович, если говорить о жилищном фонде управляющей компании Гранд Комфорта, то есть, ну, я думаю, это не секрет, это в основном те дома, которые, может быть, предаварийное состояние, у каких-то аварийное состояние. Вот эти 150 домов, о которых вы сейчас говорили, да, кунгурские компании, те же, например, дом, наш дом, они готовы взять эти дома в свой фонд? Да, мы собирались, говорили, что это общее дело, и живем мы все в Кунгуре. Понятно, вы правы, что они неохотно на это соглашались, потому что дома, ну, будем говорить, есть аварийные, есть очень много, ну, практически ветхого жилья. Это, ну, самые такие, ну, будем говорить, плохие дома. Но понимание управляющей компании есть, и они готовы эти дома взять, понимая, что есть и хорошие дома, ну, будем так говорить, да, там, пятиэтажки, есть те дома, которые все равно нельзя бросать, и их нужно обслуживать. Вопрос уже в другом, если будут аварийные, будем сносить, но такое понимание вот у тех управляющих компаний, которые я назвал, они есть. И у нас такие есть договоренности, поэтому они приходят с благословением власти, да, на собрание, и предлагают себя. Поэтому это, как бы, ну, людям должны верить в это. И вот, чтобы эту тему еще, как бы, подытожить, мы буквально на днях опубликуем в нашей газете «Искра» полностью все адреса домов, к какой управляющей компании относятся. Опубликуем те дома, которые еще не определились, и должны определиться. И чтобы вот те вопросы, когда переходим из одной компании в другую, чтобы не было двойных счетов, чтобы они знали, что если они по списку находятся в этой управляющей компании, то другой счет от другой управляющей компании, он просто нелегитимен. Его оплачивать не надо, и если возникают какие-то вопросы, да, то это нужно решать со своей управляющей компанией, которая на сегодняшний день на законном основании управляет этим домом. Роман Александрович, тогда в двух словах, что должен сделать конкретно человек, который, например, находится в данный момент под управлением компании «Гарант Комфорта», что ему нужно сделать? Вот прямо конкретно в двух словах, чтобы телезрители поняли. Ну, во-первых, занимать активную позицию. Что значит активная позиция? То есть есть старшие по домам, но не должны быть во всяком случае. Должен быть совет дома, это тоже по закону должно быть. Значит, мы готовы провести инициативу, и мы ее проявляем. То есть мы совместно с управляющими компаниями и администрацией, выходим в эти дома и проводим собрания, чтобы активно участвовали в этих собраниях, и предлагаем способ управления. То есть приходит управляющая компания, пожалуйста, мы не говорим, что именно вы должны в эту управляющую компанию, пускай люди выберут. Поэтому вот нужно занять активную позицию. И я себе ставлю, что в течение марта мы должны этот процесс завершить и должны начать с чистого листа и работать с теми управляющими компаниями, которые готовы работать открыто, прозрачно, качественно и так далее. Арман Александрович, я маленько перефразирую, все-таки вопросов много будет наверняка у людей, то есть даже после нашего самого разговора, чтобы где-то консультацию получить. Куда обратиться, к примеру, житель сидит дома? Значит, у нас есть консультация, зам по коммунальным вопросам Толстой Василий Иванович, он этот вопрос курирует, и можно лично старшим по дому обращаться по поводу выбора управляющей компании. То есть помощь со стороны администрации в этом плане будет? Да, администрация будет. Дальше, у нас есть жилищный отдел в управлении коммунального хозяйства. Поэтому любой формат, то есть у нас есть понимание, и у зама по коммуналке он готов лично принять старших по дому, если есть какие-то проблемы в определении управляющей компании и так далее. То есть мы полностью в процессе, мы готовы выходить на собрание с представителями администрации, и в том числе и выходят и начальники отдела, и замглавы выходят на собрание, что-то, может быть, пояснить, разъяснить, рассказать о тех управляющих компаниях, которые на сегодняшний день есть и так далее. То есть мы полностью в процессе, независимо, в какое это будет время, выходные дни, это будет поздно вечером, то есть мы готовы выйти и людям помочь, чтобы они сделали правильный выбор, определились, и чтобы это самое главное, чтобы это было законом. Все, понял. Роман Александрович, мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы, но дальше продолжим нашу беседу на тему уже общедомовых нужд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Энциклопедии, канцтовары, хрестоматии для внеклассного и летнего чтения. Быстрое оформление коллективных заявок, предоставление образцов, скидки и доставка. Букварь. Телефон 3-67-49. Штиль, штиль, штиль. Профессиональный инструмент «Штиль» в магазине «Мировой инструмент». Улица Свободы, 49. Для тех, кто ценит инструмент. Мировой инструмент. Мировой хит-продаж «Тойота Королла» со скидкой до 30 тысяч рублей. «Тойота Центр» при Камье. Пермь, шоссе космонавтов, 306. Стройпанель-комплект предлагает квартиры, строящиеся в 10-этажном жилом доме по улице Барановская, Крупская, район вокзала. Полная строительная отделка, благоустроенная придомовая территория с детской площадкой. Заключившим договор до 31 марта скидка 5%. Купи квартиру своей мечты. Телефон в Перми 342-217-93-03. Вы смотрите «Открытый диалог». Роман Александрович, перейдем к следующей теме. К теме общедомовые нужды. Тема наболевшая, причем не только для нашего города, а вообще для всей России. Давайте посмотрим, как обстоят дела на сегодняшний день в нашем городе. Общедомовые начисления в разы превышают личное потребление услуги. Пенсионерка Тамара Викторовна проживает в доме по улице Свободы-12. По личным приборам учета в месяц она тратит куб воды. Старается экономить. Но экономия не ощущает. За ОДН ей прибавляют еще чуть больше двух. Если судить за 7 месяцев работы 354-го постановления правительства, она переплатила уже больше тысячи. Причем история женщины далеко не единственный случай. С подобным сталкиваются собственники жилья в многоквартирных домах по всему городу. Роман Александрович, вот из чиновников, то есть приходили к нами чиновники и специалисты в эту студию, уже говорили на эту тему общедомовые нужды. Последний разговор был о том, что губернатор ввел некий документ, который регламентирует нормы, по которым можно устанавливать общедомовые нужды. Но характер этих, этого рекомендательный. Да, действительно, есть такое постановление. Действительно, все видели, что в стране пошел большой ажиотаж, когда было подписано это постановление. И президент России и предписатель правительства вызывали тех чиновников, которые были за это ответственны. И понятно, что все были в шоке. И в том числе, хоть я и живу в частном доме, но я просто видел у людей реально, сколько им предъявляют. Но это просто нереально. И я здесь согласен. И нужно было что-то с этим делать. И действительно, наш губернатор Пемского края, Виктор Федорович Басаргин, маленько опередил события. Потому что на сегодняшний день у меня уже есть точная информация, что на уровне, по поручению президента Российской Федерации, на уровне Минрега России, такой документ готовится. О предельных допустимых предъявлениях общедомовых нужд. Но наш губернатор не стал этого ждать и сделал постановление на уровне Пемского края. Правда, это постановление имеет рекомендательный характер. Но в Кунгуре мы приняли решение, что вот это постановление, которое ограничивает предъявление общедомовых нужд, мы его приняли не как рекомендательный характер, а как план к действию. То есть те нормативы, которые в постановлении, они будут работать? Да. В Кунгуре они будут работать. Это касается тепла, воды. Значит, мы тоже, кто не знаком с этим постановлением, которое имеет рекомендательный характер, мы его опубликуем в искре. И мы гарантируем жителям города Кунгура, что вот по этому постановлению, которое имеет рекомендательный характер, мы договорились с энергособжающими организациями, и они будут его придерживаться. И будем ждать документ на уровне Российской Федерации, который уже полностью, ну, будем говорить, регламентирует, сколько вообще могут быть общедомовые нужды, которые никто не может нарушать, вот их количество и их сумму. Сколько месяца это будет? Значит, мы, вот это постановление, я в Российской Федерации не могу сказать, сколько он будет проходить. Нет, давайте конкретно. Проходить, да. А у нас он действует с момента выхода указа губернатора. Значит, это у нас получается январь? С января месяца. С января месяца. Мы это постановление публикуем, то есть жители могут смотреть четко, там указано, сколько должно быть не превышать там вода, тепло для общедомовых нужд. И если жители увидят, что энергособжающая организация предъявила не по этому постановлению, которое имеет рекомендательный характер, еще раз говорю, но мы приняли решение, что оно у нас в Кунгуре будет работать, то есть вы можете сразу обращаться напрямую и в управление УГХ, и в ЗАМ по коммуналке. То есть у нас такие договоренности с энергособжающими организациями есть. Это у нас есть, еще раз повторяю, это тепло и вода. Ясно. Насколько долго вообще договоренности это сделано? Договоренности у нас сделаны до тех пор, пока не выйдет документ Российской Федерации, который полностью будет регламентировать и ограничивать вот эти общедомовые нужды. Я этот документ не видел, пока не могу сказать, о каких там идет разговор цифрах, но, будем говорить, такая взбучка президента была серьезная. Серьезно. Надеюсь, что все это все поняли, услышали. Ну и нельзя, конечно, людям вот такими суммами пугать, потому что они были на самом деле нереальны и неоправданны. Неадекватны. Согласен. Неадекватны. Роман Александрович, здравствуйте. Раз уж заговорили о ресурсоснабжающих организациях, хочется поговорить об итогах тепловой кампании за январь месяц, то есть с какими цифрами тепловики вышли на начало года. Давайте посмотрим тоже небольшой материал. По итогам тепловой кампании за январь прошлого года население города практически полностью рассчиталось с тепловиками. При плане в 24 миллиона кунгуреки заплатили за услугу 23 миллиона 743 тысяч рублей, что составило 99 процентов. За январь этого года картина куда печальнее. Население рассчиталось лишь за 60 процентов от плана. Сумма чуть меньше 16 миллионов рублей. Что касается малого бизнеса, здесь долг за январь 2013 года более 3 миллионов рублей. Роман Александрович, по жилому фонду получается практически половина не хватает. Суммы, да? А по малому бизнесу долг около 3 миллионов. Это только за месяц. Вот, например, водоканал, когда заводу не платит, они вводят ограничения. Тепловики, что они намерены делать в этом случае? Ну, я хотел начать с того, что еще раз подтвердить. Почему может быть в январе такая ситуация? До сих пор у некоторых есть сомнения. Мы уже говорили на эту тему, что у нас поменялась форма собственности тепловиков. То есть, у нас название тепловой организации другое. Для чего, почему это произошло? То есть, раньше у нас был Пермь Газ Энергосервис, да? Где в одной компании были и город Пермь, город Кунгур, и там еще у них какой-то был город. И я очень долго настаивал, потому что очень сложно разбираться в бухгалтерии, откуда пришли деньги. И у нас очень часто возникали вопросы. Говорят, вот Кунгур там за газ не заплатил. Я говорю, да почему? И было сложно разматриваться, то есть, непонятно, чьи деньги. То Пемские за нас платят, то Кунгурские за Пермяков платят и так далее. Поэтому мы пришли и все-таки привели в соответствие с этого года. То есть, у нас сейчас тепловая компания. Это вот новая организация, то есть, которая поменяла устав и учредителей. В чем плюс? Это компания, которая обслуживает только город Кунгур. Здесь будет находиться бухгалтерия, здесь будут находиться все финансы. И нам очень четко и правильно, и понятно будет понимать, сколько мы собрали, как мы заплатили за газ, какие у нас есть проблемы и так далее. Поэтому еще раз подтверждаю всем, жителям, бизнесу, предприятиям, что это согласованная позиция. И это еще раз сказал, что это сделано для того, чтобы все для прозрачности. И чтобы наши деньги, кунгурские, не уходили в Пермь и непонятно, какими распоряжались. Поэтому вот давно этого добивался, и все-таки мы нашли. Роман Саннач, эти цифры не связаны с договорной компанией? Может, в какой-то части да. В какой-то части да. Поэтому на январь месяц, ну такие цифры не очень приятные. Население, 60% оплаты. Ну это очень плохо. Я не знаю, это с чем связано. Мы сейчас разбираемся, может быть, с договорной компанией. Или люди хорошо, ну будем говорить, в Новый год погуляли, может, какие-то покупки сделали, не платили и так далее. Но, уважаемые жители, за тепло нужно платить. Ясно. Роман Саныч, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что пришли к нам в студию, разъяснили те проблемные моменты, которые в ЖКХ. До свидания. Всего доброго. Не в первый и далеко не в последний раз, я думаю, в этой студии мы говорили на тему жилищно-коммунального хозяйства в нашем городе. И вот в чем я убеждаюсь. Настало то время, когда собственникам, жильям на квартирных домах, нужно быть внимательным к тому, кто обслуживает их дом, какие цифры стоят в платежке. И молчать в этом случае, если что-то не нравится, не стоит. Это был открытый диалог. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 342-293-54-81 или 237-09-02 Как-то в русском государстве царь решил издать указ. Это место без сомнения центростроем величать. В магазине мировый инструмент еще ниже цены, еще больше ассортимент. Садовая техника и электроинструмент ведущих брендах мира Штиль, Хитачи, Бош, Макита, Фиолен. Так, коса бензиновая с леской, ножом и диаметром кошения до 230 мм всего за 4600 рублей. Мировой инструмент. Субботу 30 марта в Кунгуре ожидается пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью минус 12. Днем ожидается до минус 4 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 750 мм. Ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Погода в Кунгуре сегодня нормальная, но утром морозно, потому что март запоздал. Вместо февраля был март, а сейчас вместо марта февраль. Переменились местами. Здравствуйте! Это рубрика «Лица». Я ее ведущая, Елена Котельникова. Когда-то вся наша страна зачитывалась Сергеем Есениным. Это стало классикой. Сегодня я расскажу о человеке, для которого Сергей Есенин стал кумиром на всю жизнь. Но он не расклеивает его фото по стенам собственного дома, как это принято у фанатов. Он фанатично сочиняет свои стихи. С Владиславом Иренским телезритель уже знаком. Телекомпания «Кунгур» совсем недавно посвящала ему один из своих сюжетов ко дню поэта. Но про поэтов принято говорить много. Свою историю решили рассказать и мы. И встретились с кунгурским поэтом в один из снежных мартовских вечеров. В краю родном и безмятежном зима, волшебница зима. И спрятались в сугробах снежных весну влюбленные дома. Простота и неброскость внешнего вида. Обычный горожанин. Но при этом чувствуется внутренняя энергетика, напряженность звучания его стихов. Она созвучна ощущению, когда находишься на вершине горы и борешься со страхом упасть и разбиться. Ходишь по острию ножа. В этом он весь. И, кстати, очень похож на одного из своих кумиров Сергея Есенина. Впрочем, судите сами. Хотя, конечно, запись старая и искажена. От тысяч пыльцев, куманов, а дурных строя. Надо сказать, что у кунгурского поэта больше технических возможностей сложить о себе историю, чем у его предшественника. И он этим прекрасно пользуется. Кунгуру, 350, старинный город, златоглавый, побед твоих, бессмертно, слава, года о многом говорят. Что поделаешь, 21 век. Вот видеоклипы для меня больше подходят, чем просто печататься в книгах. А если честно, то у Владислава Иренского все стихи, а их, говорит он, более ста, только в рукописном варианте. И все они, как дети. Их создание для поэта определенная мука. А поначалу еще в армию он просто играл с рифмами. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. Возможно, кстати, еще и это дало толчок к развитию способностей к сочинительству. Природа, удаленность от мест большого скопления людей, где обычно и размещаются ракетные части. Ощущение того, что поэзия и его предназначение пришло позже. С тех пор Владислав даже говорит, будто сплетает рифмы. И все о высоком. Самый красивый город в мире. Реки, горы и леса – это душа кунгура. Когда я стою на самой высокой скале напротив Рамазе, то я чувствую себя на вершине мира. Кунгуру наш герой посвятил целую оду. Душа моя живет надеждой, Когда уйду в далекие края. Приснится мне кунгур, Как прежде, Да более милая земля. Со мной сибирский тракт старинный, Церквей золотые купола, Гостиный двор родной, Блинный. Звонят, Звонят колокола. Там гор величие, Святое, И рек прохлада В летний зной О родине пою Душою, И пусть не вечен Путь земной. Классический поэтический жанр, Торжественная песнь кунгуру, Но все это в ореоле фатальности, Как основы мира ощущения Этого простого и улыбчивого с виду человека. Я одиночка, да, И я даже по жизни одиночка. Да, Я стою на вершине самой высокой горы, В Кунгуре, И я там один. И меня даже спасти некому. Мурашки по коже, И по крайней мере у меня, Но таков внутренний мир Владислава Иренского. Идеалистичный взгляд на жизнь. Он работает не на широкую публику, А для тех, Кто может почувствовать и понять его. В году тяжелом, С сорок первом, Внезапно Началась война, Ценой огромных жертв И не рвав Была не сломлена Страна. Это начало сенсационного, По оценке самого автора, Произведения о войне. Оно будет закончено 9 мая, Посвящено фронтовикам. Среди них, кстати, его дед, Пехотинец Александр Андреевич. Этим стихотворением Кунгурский поэт надеется зажечь Тот огонь в душах и сердцах людей, Который от времени гаснет. Фронтовики, Не будем умирать. Этой фразой должна закончиться Большая поэма по задумке автора. И над ней он прямо сейчас Продолжает свою работу. Будем ждать и надеяться, Что это станет действительно Сенсацией. Пусть пошумит. Может, нам действительно Этого и не хватает. Более пристального И даже напряженного Взгляда на эту жизнь С точки зрения Вечных ценностей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин